Добро пожаловать на канал InGorPlay. Это серьезные игры. В этом ролике предлагаю вам посмотреть вариант сборки боевой группы для Соединенных Штатов Америки. Начинаем с вкладки разведывательная. Видим здесь три пехотных подразделения. Начинается все с Scout Snipers. Это единственное пехотное разведывательное подразделение на данный момент в армии США, которое имеет в своем распоряжении лазерную каску, по которой можно наводить умные боеприпасы самолетов и артиллерии. Обязательно берем их максимальное количество. Берем их на Хаммере, так как это самый дешевый транспорт. К сожалению, их нет возможности взять на вертолете, как их коллег из российской армии. Поэтому берем на Хаммере. При необходимости мы можем их, соответственно, на зоне высадки разгружать, либо брать сразу пешком и отправлять в футылку врагу на вот таких вот замечательных вертолетах MV-22B Osprey. Следующая карточка Force Recon. Разведывательное подразделение армии США. У нас есть выбор их взять в формате Green Ops'ов, либо Black Ops'ов. Black Ops, соответственно, заточен на борьбу с вражеской пехотой. Green Ops имеет в своем распоряжении, помимо прочего, еще и противотанковый гранатомет с бронепробитием 450 мм. И в целом эта сборка более эффективна, чем Black Ops. Берем их также на дешевом транспорте Humvee. Основная задача какая? Довести до линии фронта и после этого отправить тыл на продажу, чтобы сэкономить эти 25 очков. Следующая карточка Скауты, вооруженная Джувелином. С бронепробитием 600 метров. К сожалению, летит он не так далеко, всего лишь на 1200 метров. И берем мы их на БМП, который также имеет статус разведывательного. Брэдли М3А2. Вариация Ти-Фи-Ви. С дальностью обнаружения 1700 единиц. Можно их придавать бронетанковым подразделениям. Можно пытаться действовать на флангах и в тылу противника. То есть вскрывать позиции вражеской разведки. Уничтожать ее из замечательной пушки Бушмастер. И далее вклиниваться на коммуникации врага, чтобы их перерезать. Сейчас максимальные апгрейды устанавливаем на эту технику. Обратите внимание, что в армии США практически вся бронетехника, если ей увеличивать какие-то элементы во вкладке Армор, то у них еще и возрастает количество жизней хитпоинтов. Переходим к следующей вкладке. Это вкладка пехотная. Начинается она с меч инженеров с гранатометом 84-мм, с бронепробитием 200-мм. Берем мы их ради того, что ездить они могут на транспорте М2А2 Брэдли. Вариации ECV. В чем прелесть этой модификации? В том, что у них стоит пусковая установка БЛАМ, вооруженная ракетами ТОУ Би-Би, которая может работать как по легкой бронетехнике, поскольку есть бронепробитие 75-мм, маленькое, но между тем. И, что немаловажно, она работает еще и по пехоте. С большим уровнем повреждения, аж 15 единиц, пехоту поражает очень эффективно. Поскольку у инженеров, как, впрочем, и у морпехов, нету какого-то эффективного противотанкового гранатомета. Вот у морпехов мы видим 450 мм, у инженеров, это, как мы уже видели, 200 мм. Формировать штурмовые группы надо, соответственно, из пехотных подразделений, либо инженеров, либо маринов, морпехов, и им обязательно придавать в усиление расчет СРАВ, противотанковый гранатомет СРАВ с бронепробитием, маленьким, как мы видим, 80 мм, но важно то, что он летит в верхний бронелист. Если мы посмотрим на какой-нибудь советский танк, например, у терминатора верхний бронелист, видите, 60, то есть его просто насквозь будет пробивать, и, соответственно, полный уровень повреждений будет наноситься в арматы. Верхний бронелист, соответственно, 80, видите, в кинетике, то есть тоже пробивает с этим СРАВом без проблем на арене, без проблем. Т-90, Т-80У, у всех верхний бронелист 80 единиц, соответственно, бронепробитие у этого СРАВа тоже 80 единиц, ракета пролетает сверху и без проблем уничтожает танк. Далее берем обязательно замечательный расчет ТОУ-2. Также у него бронепробитие 80 мм, он тоже попадает в верхний бронелист, но это, соответственно, такой больше оборонительный юнит. Берем их 3 единицы. Хаммерам, к сожалению, нагрузку уже не дать. Следующий юнит, который мы видим, это бойцы, вооруженные двумя станковыми пулеметами Браунинг 12,7 мм. Отличный юнит для удержания позиций, сбивает вертолеты, уничтожает пехоту. Для борьбы с сражеской бронетехникой имеет в своем составе, точнее, распоряжение КТУР Драгон-3 с бронепробитием 750 мм, но летит он всего лишь на 800 м. Это, конечно, сильно его ограничивает, но в целом позволяет чувствовать себя хоть в какой-то безопасности от вражеских БМП. Берем его для удержания позиций. Следующая карточка — это морпехи из корпуса морской пехоты США. Их отличительная способность — это высокая численность, аж 13 единиц на данный момент. Это самая большая численность среди пехотных подразделений в игре. Они вооружены противопехотным вооружением, и есть у них гранатомет АТ-4, чтобы бороться с сражеской легкой бронетехникой, с бронепробитием 450 мм. На этом заканчиваем с этой карточкой и переходим на вкладку техника. Здесь мы берем два Абрамса топовых СЕП версии 3 Трофи. Ставим им максимальную броню, которая им дает, среди прочего, жизни аж 19 штук. Это самый жирный, в кавычках, опять же, танк в игре. То есть при встрече с российским танком, при прочих равных, он, соответственно, выдержит большее количество попаданий, чем его российский коллега. Также у них снаряды у американских танков тоже более... с более высоким пробивным эффектом. Вот видим, что здесь 525-1050 в кинетике. Если мы посмотрим на его российского коллегу... на его российского коллегу Армату, мы увидим, что здесь бронепробитие 500 и 1000 мм. Поэтому берем этот танк для борьбы, соответственно, с вражеской бронетехникой. Далее следующая карточка — это еще одна разновидность Абрамса М1А2 СЕП версии 2 Трофи. Тоже у него 19 жизней. Тоже у него замечательный снаряд. 500-1000 мм бронепробития. Меньшее бронепробитие, чем у предыдущей вариации. Но этого также хватает, чтобы уверенно поражать броню вражеских танков. Берем 4 штуки, чтобы формировать многочисленные бронетанковые клинья, которые потом будем обрушивать на оборону врага. И на остаток берем 3 М1А1-ХС. Берем его, потому что среди прочих дешевых разновидностей Абрамса у него единственного есть возможность, поставив какой-то элемент брони и таск, получить себе рэп 20%. То есть, как мы знаем в игре, точность в орудии 100%, но пристреливая по этому танку, точность в орудии будет, соответственно, 80%. Это тоже высокий показатель, но какой-то шанс на то, что снаряд не попадет, начинает присутствовать. Ну и что немаловажно, у него есть еще и две дымовые шашки, которыми он может себя прикрыть, если что-то пойдет не так. Далее переходим ко вкладке поддержка. Здесь мы видим два патриота, чтобы выстроить надежный воздушный щит над нашими американскими войсками. Берем его в вариации 4 ракеты, потому что две ракеты у нас стреливают очень быстро, потом уходят на перезарядку, в это время, соответственно, небо стеречь будет некому. В отличие от российской армии, здесь нету какого-то другого ПВО, более легкого, но более многочисленного. Если, соответственно, все ваши товарищи в команде возьмут по вам два патриота, вы уверенно закроете небо и от самолетов, и от кроватых ракет. Мы видим, что он перехватывает и ракеты, и самолеты. А дальность действия аж 4 километра. Отличный аппарат. Далее мы берем тяжелый грузовик, две штуки, грузоподъемности 15 тысяч в килограмм, чтобы снабжать наши части на передовой, формировать некие фабы в тылу, в пункты боевого питания. Следующая карточка это ЛАВ-АД со стингером, со скорострельной пушкой 25-мм, отлично уничтожает вражеские вертолеты, надежно закрывает небо, но по самолетам, соответственно, работает не так эффективно. Также она отлично расправляется с вражеской пехотой благодаря вот этой скорострелке. Плюс ее в том, что она на скоростном ходу, со скоростью 100 км в час, очень быстро может передвигаться по фронту, туда, где она в данный момент будет необходима. Также она способна переплывать водоемы и десантироваться с самолета, либо перемещаться тяжелым транспортным вертолетом. Далее, отличительное вооружение американской армии, ее, можно сказать, визитная карточка в этой игре, это Хаймерс, вооруженная баллистической ракетой Атаковс. Налетит на 7 км. Практически максимальная дальность действия в игре. Российских аналогов в игре на данный момент нету. Перехватывать ее, по сути дела, нечем. То есть, если она с тыла работает, то дальность действия российских артиллерийских систем или систем залпового огня, их не хватает, чтобы ее, соответственно, подловить. То есть, по сути дела, она постоянно в безопасности. Ракета отстрелила, благодаря колесному ходу, очень быстро может сменить местоположение. Следующая карточка — это две бронемашины М6А4 вариации Шарат. Берем их с хиллфайерами, которые могут наводиться, точнее, должны были бы наводиться по лазеру, но почему-то не наводятся. Но зато могут стрелять как бы по бронетехнике, так и по вертолетам. Бронепробитие 90 единиц. Берем эту замечательную машину, чтобы закрывать небо от вражеских вертолетов и поддерживать наше наступающее счастье и уничтожать, перегружать вражеские системы активной защиты, чтобы больше снарядов попадало во врага. Следующая карточка — вкладка, точнее, вертолетная. Здесь мы видим два замечательных вертолета MV-22B Osprey. У нее очень высокая скорость — 500. Отличная грузоподъемность. 26 человек он может брать на борт. И в целом он подходит либо для передового развертывания, чтобы как можно быстрее занять какие-то позиции и навязать бой врагу, либо, соответственно, наращивать группировку в ТУ врага для действия на его коммуникациях. И последняя карточка в этой вкладке — американский вертолет Viper. Обвешиваем на него максимальное количество хилфайеров, чтобы останавливать прорывы массовых танковых клиньев. Если, соответственно, эти танки прикрывают на марше какие-то ПЗРК в виде, например, Панциря, или Тора, или Тунгуски, у которых есть, соответственно, рабочий радар, как правило, они его включают, чтобы еще дальше работать по вертолетам. Вот на такой случай мы на него ставим противорадарную ракету Sidearm. Она, соответственно, уничтожает вражеское противовертолетное ПВО и без проблем уничтожает, благодаря хилфайерам, уже прорыв танков. И последняя вкладка — авиационная. Здесь мы видим два американских самолета F-35B. Его отличительная способность, что у него сами высокие стелс, незаметность среди самолетов в игре — аж 1.75. То есть летая на низкой высоте, с таким стелсом он будет практически незаметен. Ставим на него ракету Stormbreaker, который наводится по лазеру. Наводить ее надо по лазеру с земли. И для борьбы с вражеской авиацией мы на него ставим также три ракеты. То есть получаем такого универсального бойца, который и по воздуху нам пригодится, и для уничтожения вражеских целей, которые подсвечиваются нашими бойцами с земли лазерными указками. Вот мы видим этот значок, который об этом говорит, что он наводится по лазеру. И последняя карточка — это EA-6B Prowler. Обвешиваем его противорадарными ракетами Harm. Наращиваем ему RAP 10%. Он нам, соответственно, нужен для того, чтобы перед тем, как с Хаймерсом открывать огонь, вылетать. И если вражеские системы ПВО включают радар, чтобы перехватить Хаймерс, он, соответственно, по ним отрабатывает противорадарные ракеты Харм. Таким образом, в системе противовоздушной обороны врага появляются дыры, в которые и проникают ракеты Атакамс. Вот на такой деке я предлагаю вам играть. И сами мы на ней будем играть с ребятами с нашего клана ЧВК Ингвар. Не далее, как завтра в пятницу в 20 часов по Москве. Пожалуйста, приходите и посмотрите, как у нас это получится. До новых встреч!